Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. На этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал. И сегодня утро на чем вышло гадание на Александра Шепса. Мы спросили, на каких экстрасенсов было бы лучше погадать. И Александр Шепс побил абсолютно все рекорды. Я говорю про это самое видео, которое вышло на моем основном канале. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть, кто пропустил. Ох, сложное было гадание. Неимоверно сложно было читать карты. Поэтому все любители карт Таро, любители экстрасенсов тоже. Поэтому переходите. Стал на вас очень интересно. Ссылка будет также на это видео в описании к этому ролику и в закрепленных комментариях. Свои истории, свой опыт, который я привезла из своих многочисленных путешествий. Я совершила кругосветное, беспрерывное приключение, которому очень горжусь, которая попала в книгу рекордов. Скандальная книга Регины Тодоренко все-таки увидела свет. Ее выходу предшествовали прям огромные судебные разборки с литературным гострайтером, который писал за нее эту самую книгу. Писательница написала книгу про Регину-путешественницу. Это детская книга. И в итоге она не получила ничего. А книгу в итоге, считай, взяли и издали. Я напомню, эта самая писательница выпустила раньше саму Регина Тодоренко. Похожую книгу. Тоже про девочку-путешественницу. И вот Регина Тодоренко. Ребят, смотрим, смотрим еще одно видео Регины Тодоренко. И поздравить меня на презентацию моей книги сказок. Моей первой книги сказок. Мать его. Регина Тодоренко до последнего продолжает утверждать, что она сама написала эту книгу. Но она делала себе намеки на это, что ей никто не помогал. Она сама большая умница. Вы знаете, ужасно вообще. Это просто ужасно. Когда весь скандал вышел наружу. Это все известно. То есть в деталях обсудили этот скандал. Не просто кто-то что-то, какие-то домыслы сделал. Официальное было заявление от писательницы, которая написала эту самую книгу. Которую ничего не заплатили. Авторские права были нарушены. Но Регина Тодоренко, ребята, что вы хотите от Регины Тодоренко? Человек, который в свое время... Ох, помните этот скандал два года назад. Когда она размышляла о семейном насилии. Тогда это была самая настоящая отмена. Вот после этого самого ее высказания. А что ты делаешь, чтобы он к тебе руку не прикладывал. После этого накрылся медным тазом ее YouTube проект. Но вот она продолжает все равно. До сих пор светится она в телевизоре. И вот выпустила теперь детскую книгу. Я удивлен, дорогие мои. Опять же, два года это достаточно и срок, чтобы люди вроде как забыли. Но вы понимаете, тот самый момент, уникальный момент, когда Регина Тодоренко неимоверно отвращает людей от себя. Каждый раз, когда мы упоминаем ее в моих видео или в моем телеграм-канале, кстати, обязательно подписывайтесь. Более 150 тысяч подписчиков. Интересный крутейший телеграм-канал. Ссылка будет также в описании к этому ролику. У людей просто отвратительное отношение к Регине Тодоренко. То есть, кто бы что бы ни говорил, она как-то смогла. То есть, карьера не была бы поставлена крест на этой самой карьере. Она смогла вырулить и смогла все равно продолжать участвовать во всяких шоу. Опять же, повторюсь, Регина украинка. И тем не менее, ребята отменили, да не отменили. И вот сейчас она вылвылила этот свой труд. Детская книга. Первая из серий книг для детей, где она будет рассказывать о путешествиях. Вроде как, первая книга называется «Девочка Регина спасает Австралию». Какая-то чушь собачья. Вот из этой серии. Но, тем не менее, вот такая вот вам новость. Интересно послушать ваше мнение. Кто простил? Да, здесь нужно, конечно, общественное прощение. Кто простил и забыл высказание Регины Тодоренко о домашнем насилии. Кто закрыл глаза на скандал, что книга была не написана самой Региной. И кто купил эту книгу своим детям. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И, конечно, огромное благодарность всем, кто шлет нам донаты. Ребята, донаты это не просто донаты любимого блогера. Это поддержка нашего комьюнити в условиях сегодняшнего отсутствия монетизации. Поэтому все, кто шлет донаты через Boosty. Ссылочка на Boosty будет в описании. Я всегда записываю видео обращения, видео поздравлений эксклюзивно для вас. Мини-видео. Это может быть поздравление с днем рождения, с годовщины. Просто привет от Антона Эс. Наша форма благодарности за ваши щедрые донаты. Благодаря которым мы выпускаем видео на этом канале каждый божий день. Огромный не то что скандал, дорогие мои. Здесь интересный момент. Значит, Аль Пачино. Он скоро будет отцом в четвертый раз. Я напомню своему Аль Пачино-легенде Голливуда. 83 года. И с будущей мамой Нур Альфалах. Он начал секретно встречаться во время пандемии. И вот уже на восьмом десятке девушке 29 лет. Я напомню. И она младше старшей дочери актера Джулии Мари на 4 года. Младшим близнецам Аль Пачино 22 года. Обстоит выражение лица этих самых родственничков. Но здесь не все. Самое интересное, что Аль Пачино сначала не поверил, что он вообще способен быть репродуктивным в этом возрасте. Он сдал анализы ДНК. И подтвердили, что да, действительно, ребенок будет от него. Ему нужно будет готовиться стать папой. В четвертый раз от молодой дамы. Но интересный момент, дорогие мои, про непосредственно саму эту девушку, которая рожает от господина Аль Пачино. Сама же Нур Альфала, дорогие мои, необычная голдигерша. Кто думает, что она родила от 83-летнего Аль Пачино, потому что ей нужны деньги, ей нужна слава. На самом деле все гораздо сложнее. Нур необычная голдигерша из довольно богатой арабской семьи. То есть у нее один есть пунктик. Она встречается с богатыми мужчинами, ими сильно-сильно старше нее. Раньше у нее были романы с Миком Джаггером, которому сейчас 79, и миллиардером Николасом Бергером, которому 61. Также ее снимали в компании Клинта Истфуд, которому 93 года. Отца Нур зовут Фалах Альфала, 55 лет. Он президент инвестиционной компании Q8 Capital. И мать девушки Алана окончила Гарвард. Является доцентром кафедры клинической медицины в Калифарнии, Иском университете Лос-Анджелеса. Младшая сестра, возлюбленная Аль Пачино Рэми, встречалась с сыном Джексона. На самом деле, когда дело касается о состоянии семьи Альфала, цениваются в миллиарды долларов. И предполагают, что они тесно связаны с королевской семьей Кувейта. То есть, это не просто девчонка, которой нужно был кусок... Нет, ну ты смотришь на этот паттерн, да, то есть ты понимаешь, одни серьезные дядьки. Одни серьезные звезды, которые очень-очень серьезно... Нет, не очень серьезно взрослые, а старые. Ну, 90-80 лет. То есть, это серьезный такой возраст. А девчонка очень молодая, да. Сама она заканчивала Калифорнийский университет Лос-Анджелеса по специальности продюсирование кино и телевидения. Вот такая вот вам интересная девушка, которая родила от Аль Пачино. Не, на самом деле, конечно, круто. Я не знаю, может быть, у нее страсть к коллекционированию. Может быть, у нее страсть прикоснуться к великому. Потому что Аль Пачино, это действительно легенда Голливуда. Это просто небожитель. По-другому здесь никак невозможно на него посмотреть. Может быть, от этого, что продлило рот от такого крутого мужика. Опять же, девушка из серьезной семьи миллиардеров. Очень много вопросов и очень мало ответов на это все. Интересно послушать ваше мнение, а вот ощущения смогли бы вы с 83-летним, когда вам и тридцатника нету. Интересно, правда, дорогие мои? Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение у Влада Лисовца, милые мои, у которого лично я в персональном. Лисовец, да. Влад Лисовец, да, у него точно. Я уже путаю этих астроносных стилистов, у которых я в блоге лично в Инстаграме. Я его назвал Старой Бабкой, он меня до сих пор не разблокировал. Влад, ну хотя, значит, сейчас пообсуждаем его путешествия в российскую периферию. Значит, у него психологическая травма, милые мои. Он сутки ехал на поезде в провинцию. И теперь истерит, что жители, кривозубые крестьяне в лаптях не оценили. Его нежность, фэшн и толерантный взгляд на мир. Почему-то сильнее всего досталось ни в чем не повинным котлетам с пюре, милые мои. На них у Лисовца особая фиксация. Всех, кто с комментарием его личным не согласился, желаю чуть ли не подавиться этими котлетами. Цитата господина Лисовца. Сутки на поезде и годы иллюзии современного мира можно выбросить, как бычок под поезд, стоящий три минуты на станции в глубинке. К приезду такие слова, как культура, стиль, фэшн, нежность, толерантность, человеческая доброта и мягкий взгляд становятся оскорблением верующих и скудность ума. Всегда понимал, что живу и действую для единиц. Как сказала Эми Уайнхаус. Он себя притягивает на уровень самой Эми Уайнхаус. Для маленького круга увиденный мной пузырь надутой и раздутой моральной нищеты только увеличивается, точнее, видимо, уже лопнул предположительно лет так восемь назад. И своим злым взглядом поедает все вокруг вместе со своими внешне отвратительными котлетами с пюре. Вы знаете, интересный момент, правда? Я вроде как согласен с ним, что периферия, она везде периферия на самом деле, да? А учитывая, что сегодняшняя Россия это неимоверно гомофобная страна. И когда мне говорили, оденься ты так, как, например, одеваешься на своих видео и пройдись по какому-нибудь тому же, я не знаю, курску, да? То тебя одно дело отмутузят, а во-вторых, тебя снимут эти самые гучи. Если тебя в одно место не затолкают, то точно придешь домой в трусах и в майке, потому что с тебя все снимут. Вы знаете, забавно, забавно я сейчас объясню, о чем речь. Для меня вот это все, понимаете, если бы речь шла о какой-то иной стране, наверное, другой был бы подход, другая моя позиция. Но когда ты думаешь о гигантско-культурной стране, о гигантской стране, у которой есть все ископаемые на планете, о нефтяной и газовой державе, когда ты смотришь на повальную деградацию периферии, да? И лично я, удивлен ли я, что Влад Лисовец такой вот утонченный, хотя откуда он сам Лисовец? Не Москвист же, правда, да? Сам из какой-нибудь дыры вылез. И когда вот они, ах, вот мы такие короли, приехали и нас здесь не понимают. Ну а что вы хотите? И вот мне, знаете, интересно, да? Вроде бы MTV было, популярные какие-то шоу были. Люди смотрят ютубчик, наверное же, наверное, в периферии, да? Ну неужели не хочется тянуться к чему-то... Конечно, мой камень сейчас в сторону периферийного огорода. Неужели не хочется тянуться к чему-то прекрасному? Неужели не хочется тянуться к какому-то вот по качеству другому жизни? Неужели вот нужно все вот так вот смотреть узко? Какой-нибудь Валберис и Озон? И я не знаю, что люди смотрят в периферии, раз такую красавицу, как Влада Лисовца, не приняли на том уровне, на котором он ожидал. Мне очень интересно, дорогие мои сплетики, вот здесь не только к россиянам вопрос, конечно, а ко всем, кто уехал в большие страны, в большие города, кто поменял качество на свою жизнь. Когда вы возвращаетесь в свою периферию, очень многие из периферии, да? Часто ли у вас культурный шок? И вы понимаете, вы сделали все правильно, уехав из этой гипотетической дыры, да? Потому что, например, когда я, я сам из небольшого эстонского города, но возвращаясь домой, я вижу только... Ну, не знаю, может, потому что город университетский, я не знаю, вот на это думать. Я никогда не вижу деградации, я вижу, как город развивает... Хотя, опять же, ребят, Эстония, да, это страна, в которую можно переехать в любом направлении за три часа, неимоверно маленькая страна, и она развивается достаточно бурно. И поэтому я не чувствую, что приезжая в какие-то маленькие городки Эстонии, что ты приезжаешь в какую-то периферийную дыру, где время остановилось. Интересно послушать ваше мнение, кто как переезжал, кто куда переезжал, какие ваши впечатления, когда вы возвращаетесь в родные пенаты, чтобы проведать бабушку, мамочку, да? И дня без Бонни, милые мои, да? То есть, вот буквально вот в этом видео, вот в этом видео, одно из них вот ссылочка на эти самые видео, где мы рассуждали про вранью Бонни, и поймали вот во всех фронтах. Вы знаете, вот все, что она соврала, мы все опровергли, да? Только что она отстрелялась от Каннского кинофестиваля, опозорилась опять, вот так, знаете, серьезно, по-крупному, вот так смачно. И мы это все очень красиво размазали. Мне говорят, Антон замучил Бонни, я вас замучил, есть тайм-коды пропускать. Мне эта тема неисчерпаемый колодец кринжа, его неимоверно интересно обсуждать. А у Бонни вот четкая позиция, милые мои, если ты решил позориться, то не сдавайся, иди до самого конца, позорься. И называется он так не просто с фонаря в состоянии изобилия. Вы можете полностью стать, управлять своей жизнью, стать создателем, стать тем, кто сам решает, куда он идет, какие люди вокруг него появляются. То есть по-настоящему увидеть, что такое изобильная жизнь. Отключить его. То, что я делаю с медициной, без медицины. Все тому, чему меня научила Мадра, я вам дам все эти ключи. Плюс те знания, которые получала, обучаясь у просветленного гуру, освободиться от переживаний, от страданий нашего ума. А это значит, все так хотят богатства, но никто не понимает, чтобы испытывать, чтобы иметь богатство, нужно стать изобильным. И этот курс называется изобилие. Боня говорит, что она будет продавать вам двухдневный марафон с билетами по 100 тысяч рублей. У вас будет возможность поработать над своим эго. Отключите его. Отключите свое эго. Быть честным с собой. Увидеть, кто вы. Что я делаю с медициной. Без медицины. Чему меня научила Мадра за многие годы. И вы знаете, вот ты слушаешь эту девочку, которая говорит... Девочку, что я несу? Тетка, которая пятый десяток разменяла. Ну, савит в этот нос. Вот Мадра. Вот Клюнчинь. Вот я что-то там... Вот как вот эта вот каша-малаша, несущаяся из Артабони, может убедить кого-то перевезти тетке из Краснокаринска, которая мысли сформировать четко не может? У нее отсутствует элементарная вот эта вербализированная, как правильно слова произносить, ребят. Человек мямлит какую-то ересь, какая-то Мадра стоит, какие-то ключи лежат. Я вам отдам все ключи. Какие ключи? За 100 тысяч рублей. Эй, ребят, я в шоке от того, что вот эта тетя, которая вот включает сториз, и она не понимает, что она будет говорить, да? Она не снимает, видимо, вторыми дублями. И я понимаю, я сам никогда не работаю по сценарию и не снимаю вторыми дублями, потому что нужно выдать вот эту вот сырую эмоцию. И вот когда Поня, кстати, мямлит что-то с первого дубля, снимая, вываливает какую-то непонятную кашу. Какая Мадра. Какие 100 тысяч? Какие ключи? Какие связки ключей? Куда тебя несет? Куда ее несет? Мы знаем. Человек сошел с ума. Мне интересно, кто те люди, которые решат заплатить Бонни, которая вот каша во рту, она не может донести логично оформленную мысль. И вот этот человек убеждает вам, отдай. И смотрите, вот по кругу, да? Вот у всех по кругу. Дайте мне деньги. Дайте мне деньги. Дайте мне деньги. Я вас сейчас научу. Я вас научу. Дайте деньги. Деньги переведи. Вот деньги. Дайте деньги. Я вас научу. Чему? Вот чему ты можешь научить? Какая Мадра? Какие ключи? Какое отключение эго? Что с тобой не так? Сколько можно позориться? Насколько можно? Вот знаете, всемировое позорище. Кстати, знаете, огромное количество людей поддержали меня в позиции вот в этом видео. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Про Настю Волочкову. Когда мы говорили, и я был категорически не согласен с Атаром Кушанашвили. А к мне написали сплетники в комментариях под тем самым видео. У него самого шестеро детей от разных женщин. И сам и алкаш, и любит всякое. Мне такое писали. Я ничего не знаю. Это открытая информация. Пташки у меня в комментариях. И говорит, конечно, собутыльник собутыльника будет оправдывать. Кто-то говорила у Насты Волочковой. Это правильная мать. И сколько же болей я считал от детей бывших алкоголиков, у которых пила отец или мать. А может быть даже и оба. И вот люди писали. Антон, боженька ты мой. Через какой ад я проходила в молодости, в юности, в школьные годы, когда у меня была мать-алкоголичка. Это был мой персональный ад. И сколько же боли в тех комментариях. А сейчас давайте посмотрим просто Настю Волочкова. Да, вот в контексте. Доча отказалась, чтобы она приходила к ней на ее выпускной вечер. А вот просто, знаете, вот нарезка из миллиона. Видео, которое выставляет пьяная Волочкова у себя в инстаграме, смотрим. Бокал дорогого просека на дорогом курорте. Понимаете? А вы что делаете? Бухаете там водку. Только, знаете, у вас полстраны бухает. А Волочкова с бокалом просека алкоголит. Хи-хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. А я счастливо живу, как я хочу. Господи, какой же клоун. Какая же пьяная, невозможно душная тетка, которая загнала себе в угол одной позиции. Зе-завить. Вы все мне завидуете. Анастасия, чему здесь завидовать? Ты разваливаешься публично на куски. Ты выглядишь страшно. И когда твоя дочь не хочет видеть тебя на своем выпускном, это вот одно из миллионов видео, которое ты записываешь в нетрезвом состоянии, в котором неимоверный стыд. Вот понимаешь, Настя, я знаю, ты смотришь, да? Вот ты смотришь, и тебе стыдно за... Вот мне стыдно за тебя от просмотра. Знаешь, неловкое, некомфортное чувство. Это состояние называется испанский стыд. А если это еще и твоя дочь, вот уж, наверное, где. Просто кровь из глаз и уши красные. От позора неимоверного, какую же ментальную развалюху превратилась ее алкоголик-мать. Удивило, что тебя дочь не пригласила на выпускной. Ты говоришь, дочь тебе завидует. Голову проверь, милая моя. Позорище. Хотите посмотреть еще какое позорище, да? Я не буду включать звук, потому что это у нас, милые мои, придет нам копирайт, да? Вот эти вот три цветка на кривых ножках. Это, милые мои, празднование дня рождения, юбилея. 50 лет. Наконец-то стало старенькой, молоденькой девочке Наташей Королевой. 50 лет. И вы знаете, вот тот самый момент, когда я говорил, называй себя сценический псевдоним. Хотя бы сценический псевдоним сделай правильным, да? Чтобы никогда тебе было 75, а ты была до сих пор елка. Или 60, а ты была до сих пор палка. Или нюша, крюша, да? То есть, понимаете, вот это, да? Но нужно еще думать о каких-то собственных репертуарах, которые ты поешь в течение своей жизни. Что когда тебе 50 лет, ты не будешь стоять клоунессой и петь вот в таких вот ужасных нарядах, да? Вот она застряла в тех моментах, когда... Маленькая страна. Кадунки, да? Немножко из этой серии. Это выглядит кринжово, да? А это, дорогие мои, тарзан топчет ногами, босыми, грязными ногами. Он топчет вот эту вот кашу-малашу из винограда. А вы видите, да? А здесь подбегает мать Наташи Королевой. Она выхватывает гроздь винограда из этой самой бочки. Люди писали, что кто-то написал, что она съела грязный виноград, топтанный ногами, босыми, грязными, котными ногами тарзана. Кто-то сказал, что она съела. Кто-то сказал, что она просто забрала гроздь винограда, потому что, я не знаю, может быть тяжелое детство, может тяжелое советское бытие. И вот она спасла гроздь винограда. Вы понимаете, я вот размышляю. Испанский стыд. И ты смотришь на людей, че, наследие вот упирается вот таким вот острым носиком. Вот это все, да? Один, который всю жизнь строил карьеру стриптизера. И вот он, вспомнить его будет нечем, да? Кроме как его безобразными скандалами, например, один из этих, по этой ссылке можете пройти, посмотрите, хит на моем канале, да? Когда он отвечал эскортнице, которая его обокрала. И Наташа Королева, которая будет до седой пятой точки петь. Маленькая страна. Мурашки бегают от вселенского стыда. Но имеем то, что имеем, дорогие мои. Такое, да? Посмотрел я сейчас, милые мои, новый трейлер. И вот и все. Вот продолжение «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер. Во-первых, конечно, интересная новость, что их решила замазаться во всем этом безумии Ким Катрау. Она заявила, что в финале второго сезона, вот этой всей темы, да? Она будет говорить с героиней Сары Джессики Паркер по телефону. И ее, вроде, она идет по аэропорту. То есть, вроде как ее уломали. Я не знаю, сколько из-за потери за эту самую мини-роль, но вот она решила окунуться с головой в этот чан с безумием. Посмотрел я трейлер, да? И, ребят, они играют уже старых теток. Ну, как? То есть, они играют теток своего возраста, да? И вы понимаете, для меня вот эта вот притянутая за уши инфантильность, которая была бы уместна 17-летним девушкам, ну уж никак, теткам, которые за 50-ка, они играют свой возраст, да? То есть, они играют здесь молодых, они озвучивают свой возраст. Вот наше вот предклимаксное состояние в наших сегодняшних реалиях, когда вот мы живем вот так эту жизнь. Да, конечно, одна из них, вот эта вот адвокатша, она будет у нас лесбиянка. С небинарной персоной в отношениях, что уже кринж был в течение всего предыдущего сериала. У меня коробило от притянутой за уши инфантильности. Значит, Сара Джессика Паркер в начале этого трейлера говорит, «Ты знаешь, а я узнала, что оказывается плита, духовка, она не только для хранения туфелей, и в ней можно что-то готовить». Потом героиня Шарлотта приходит пьяная домой. «Вы знаете, дорогие мои, я сегодня так набухалась, это было столько шотов, значит, наклюкались этого». И, знаете, и вот это все с такой вот непонятной мне инфантильностью. Это что, первые твои шоты в твоей жизни? Ты никогда не знала, что в духовке можно готовить еду? Вы знаете, вот все преподнесено так, да? Если мы начнем думать о том, с чего начинала по истории Сара Джессика Паркер ее героиня, это бедная девушка-колумнист в модном издании, которая была одержима обувью, и которая умела преподнести вот это вот сердце Нью-Йорка раскрыть, да, с точки зрения женщины, ищущей женщины. Восхитительная тема секса в большом городе, и сейчас просто какое-то юродство. Вот просто изуродовали все нас... Можно, неужели только туфли? Тебе сколько? Тебе под 60, если не за 60 по фильму, да? Ты никогда не знала, что духовка может быть... Знаете, вот настолько, вот настолько примитивно называется «не верю, не верю». Все это притянуто за уши, вот мы должны похихикать, как пьяная Шарлотта впервые в жизни опрокинула вся шот, да? И вот она говорит, вы знаете, вот мои дети мне не нужны как никогда до этого. Это здорово, что она изображает из себя мать, которой не все равно. Но это настолько все преподнесено. С точки зрения сценариста, режиссера, кем я являюсь, учился. Одна из лучших на школу мира. Ты смотришь, и ты думаешь, господи, кто дал зеленый свет этому безобразию? Кто одобрил этот сценарий? И кто те режиссеры, которые снимали это и вот решили, что вот это вот гипертрофированное изображение эмоций будет уместно в этом сериале? Знаете, девки, я жду этот сериал. Я жду, потому что, как вот, помните, я еще жил в Барселоне. Это было как раз до войны. Мы тогда обсуждали каждую серию, мы просто вот фейспалм был. Каждая серия. Я вас жду это позорище, чтобы с вами пообсуждать. В прямом эфире HBO выкладывает серию в неделю, чтобы похихикать. Ауч, боль. Было больно на все на это смотреть. Интересно, кто смотрит, кто ждет. Кто, может быть, был в восторге от первого сезона, да? Just like that. Вот как называется, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Мы борцы за право братьев наших меньших. Пожалуйста, продолжайте поддерживать волонтеров. Продолжайте поддерживать приюты. Ваши местные прогуглите, узнайте, чем помочь. И помогите. Гигантский плюс карму абсолютно каждому. Лично я благодарна от всего нашего комьюнити. Лично от папочки сплетников. Продолжайте доказывать всего мира. Милые мои дамы и господа сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости до сегодня. Спасибо всем, кто подписывается, ставит пальцы вверх. Спасибо всем, кто помогает нам деньгами. Ребят, спасибо всем за донаты в наше сложное время. Мы все равно выкладываем видео, несмотря ни на что. Каждый божий день на этом канале, поэтому вступайте в ряды сплетников. Ребят, от всего сердца низкий поклон и огромная благодарность всем, кто шлет нам донаты. Всем хорошей субботы. Бутылки с шампанским пооткрывали. И сидим и чилим, милые мои. Всем шикарных выходных. Меня вас обожаю, сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok